Женщина огрубила меня, отзывала всякую. Это которая Елена, да? Да. Ну такие вещи никто не видел. Ну вас это смутило, да? Да. Я ее удалил здесь, я в туалет пошел. Я ее удалил сначала здесь, потом когда она легла на кровать, еще добавила. Так закончились посиделки с распитием спирта. Мужчина, который большую часть жизни провел в местах не столь отдаленных, не простил даме таких оскорблений. Позже он признается, что любой парень, что называется по понятиям, поступил бы точно так же. Потерпевшая назвала его нецензурным словом, подразумевающим его нетрадиционную сексуальную ориентацию, что по его понятиям, исходя из тех обстоятельств, что он большую часть своей жизни находился в местах лишения свободы, является недопустимым. В ответ на это оскорбление со стороны потерпевшей он взял нож и нанес два удара ножом. Этим обычным кухонным ножом мужчина нанес два удара своей обидчице. Один из них в сердце оказался смертельным. Все происходящее видела еще одна женщина из этой совсем не веселой компании. Ее показания проходят по делу как свидетельские. Ну, они перебранку начинают, он нож хватает, соскакивает, вот так встает, он сначала в бок ударил. А потом начал замахиваться, я все, я выскочила. Выбежала два удара, то есть фактически, да? Сегодня обидчивого меча арестовали. На этот раз, скорее всего, подозреваемый отправится за решетку надолго. За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы. На гуманность суда рассчитывать мужчине вряд ли нужно. Рецидивист даже не раскаялся в содеянном. Его больше расстроило то, что на свободе он пробыл так мало.